Такие остатки. И опознанный по этой этикетке, удивительная этикетка, редкий случай, когда на этикетках размещали, как с высоты птичьего полета, всю округу, с домами, садами и даже железной дорогой на горизонте. Сориентировались на железную дорогу, она действительно там. И вот мы сейчас с вами входили в окошечко второго этажа этого дома. Несколько лет заняло восстановление этого второго этажа без государевой единой копеечки, частными средствами местных частников, инициативой местных граждан, помощью коломенских историков и неколоменских тоже. И вот пастила вновь с нами. Обсудим, какие варианты, из какого времени. А чай у нас сегодня вот такой, молодельный. Состав. Корень колгана, ягоды рябины, зверовой бабульник, бессмертник, крапива, киприш, алфей, сабельник, красторопша, цветки мальвы, молодельный. В магазине еще какие-то сборы есть, но этот у нас сегодня вот такой. Итак, первые пастилы, и все, сейчас два класса мы говорим, с медами медовой и с сахаром сахарной. Первые, конечно, были медовые или сахарные? Медовые, молодец. Мед же он свой, родной, русский, правда? Его ниоткуда везти не надо было. Коломна, это наши основные богатства, меда и яблоки. И на шпажечке у вас современная, нашего 21 века, пастилочка медовая, щадящая, аккуратно, выполненная, больше сохранения, мед не перегревали, больше 40 градусов. Сушили аккуратно теплым воздухом, имитируя режим остывающей русской печечки. А вот подлинные-то медовые рецепты делали мы только лабораторно. То есть, прям 4 дня у нас ушло на то, чтобы мед водой развести, закипятить ее, яблоко проварить в медовой воде. Рецепт звучит так. Домострой, 16 век. Автор Поп Сильвестра. Возьми спелых, квасных яблок, кислых, значит, вари их в сыте, с это медовый растворчик. И варили тогда они долго, пока вся вода не испарится. Оставался такой концентрат, довольно темный, непрезентабельного вида. Ну, только как повидло пригоревшее, что-то в этом роде. И вот этот самый концентрат яблока и меда, безвоженный длительным кипячением, там 500 лет назад они выложены, отварила, да, и остыть. У Попа Сильвестра написано, просто жилировали в посуде. Она уже называлась «Пастила», а глагол «Пастилите» еще не звучит. И мы думаем, а что бы это им в печке-то не высушить, в остывающей, как потом и будут делать. И вот читаем у Сюткина и Сюткина, исследователи русской кулинарии, есть такие, а они пишут, что печка-то оказывается наша русская печь поздно появляется. Ну, относительно длительных промежутков исторических, как бы конец 15-го, начало 16-го века, это не очень рано, да, но она появилась. То есть первые наши Рюриковичи вообще мерзли без печки, как-то обходились. А потом она становится настоящей, вот эта большая, даже она по-черному топится. Но ведь печь будет долго нагреваться и долго остывать. И начинает рождаться, это наша особая с вами кулинарная традиция. Томить, парить, высушивать, выхаживать, настаивать в бесплатно остывающей печке. Вот так все сложилось. Печка доступна, да? Яблоки кислые, мы город-сад, и хроники это подтверждают до 14-го века. И идут войска Дмитрия Ивановича через Панфилово сады. И 17-го века Павел Олевский, антихийского секретаря Махария. Пишет, яблоки коломенские, красные, как рубины, зеленые, как изумруды, белые, камфора. Так, яблоки есть, печка есть. Что еще нужно, чтобы продукты возникли? Ну, для сахарной пастилы нужен сахар, да? И вот следующее у нас сахарное. И вот в такой капсюлечке у нас сахарная смоква. Это то, что мы с вами, кто помнит детство своё фермерское, мы с вами, наверное, помним, да? Пластовый мармеладом мы называем. Пластовый мармелад. Только советский мармелад, это наш был очень более сахарным, с желатином. Почему? Фрукты стали малокласть в 20-м веке. Промышленное развитие территорий освободило города от их садов. Сады ушли, но наоборот сахар подешевел. И Воронежская губерния уже в последнем десятилетии 19 века обрастает заводиками сахарными. И появится сахар и больше, и больше, и еще губинский, и еще бразильский. Когда-то в 20-м веке госты напишут. В 80-м, например, процентов сахара и 15-м процентов фруктовый консерв. И все еще с желатинчиком загустят. Но они хороши были, эти наши советские фастилы. Но мы с вами пробуем смокву, где сегодня есть ягоды, то 25% мякоть ягоды без сока. Яблоко, опять же, пюре обезвоженное, отжатое. Или из кислого плотного, без сочного яблока 50% и сегодняшний смок и сахар 25%. Но можно еще меньше. И чем меньше, тем аквана мне, а яблоко дешевое, бесплатное, поболее. И вот была она с моква, и в Грузии похожие от клапи, и в Башкирии похожие от кок, и в Татарстане как, и в Армении титу лаваш, и в Португалии из этой португальской марвеллы мармелад. Везде похожие появились. Они на солнцем, вот в печах, все выгодно, все хорошо. А вот взбить яблоко в пену, друзья, почему-то получилось только у Коломны и у Белева. Белев в конце 19 века сразу промышленно, сразу объемами, сразу фабрика. У них не было средневековья, по крайней мере, нам не встретились белевские пастилы раньше конца 19 века. А историки наши обследовали около сотни источников. И поваренные кулинарные, и дистилляторские приспешничьи, и кулинарные словари, и литературные произведения, и даже частые дневники, в поисках всего с именем Коломенское. По пути мы встретили Псковскую, Новгородскую, Ршевскую, Пастилу, но искали и восстанавливали Коломенскую. Но про Ршевскую только упоминание. В документ 1893 года, обзор Венской выставки, наш Чуприков там был. И Ршевскую туда не дождались. А наша приехала, медаль получила, а перед этим в Париже в 1867 году медаль. И сын нашего купца-основателя фабрика Капфомича, Петр Карпович, на своей этикеточке медали разместил. Сам-то он уже не станет никуда ездить. Характер консервативного староста Богоявленского храма, 22 года прослужил там, и упокоился за отарем этого храма у станции Коломна 2 марта 1917 года. И не узнал, что в этот день империя прохнула. Так случается. Так случается, да. Итак, семья потеряла все, фабрика закрылась. И в 18-м году в архивах мы уже ничего не находим, ни от Чуприкова, ни от их фабрики, а дом стал коммунальным. И поселились тут простые семьи, менялись они довольно регулярно. Переезжали в новый город, который строился за пределами старого посада. И поработав сколько-то на предприятии, обрастя детишками, уезжали в новые квартиры отдельные с удобствами. А дом разрушался, и не только он, многие дома такую судьбу свою в 20-м веке прожили. И вот узнанные по этой этикеточке, а уже стоит в плане на снос, восстановили, производство в первом этаже наладили. И главные рецепты порыхлым пастилам нашли. Кусочек сегодня у вас в три слоя такой серенький. У вас два слоя, один чисто яблочный слой такой бледно-бежевый, другой с добавлением ягодки. У кого-то может быть чисто яблочное. А я уже все съел. Молодцы. Вот пришел, увидел, победил, это очень покупеческий. Что-то надо. Очень-очень. Да, это были люди-победители. Но вот ведь мог сидеть и не поехать в этот Париж и сказать денег нет, связей нет. А вдруг лицом в грязь ударил. Но он в первом поколении фабрикант, а до этого у семьи было кустарное дело, поехал. И в Париже вот такая наша основная наша находочка, это пастилу. Да, но у вас попробуйте. Мне кажется, что ваш вариант, вот сегодня нам прямо с арти сделали мои помощницы, все разные. Мне кажется, что ваш вариант без сахара. Такого не было исторически, но мы сделали. Попробуйте. Ну, по-моему, очень кисло будет без сахара, да? А вообще пропорция на 1 футюре 25 белков 15 фунтов сахара. Главная наша находка. Она же у вас в пирожном. Пастила, зефир, пастила. Сегодня лимонном. Лимонный зефир у вас там. Взбитое яблоко, сахар, белок, лимон и агар-агар. И комнатная температура. Вот что такое зефир. Зефиру можно придать форму. Зефиру можно высушить пластом в прослойку в торт. А пастилу можно только пластом высушить. И это тоже взбитый фрукт, белок и сахар. И комнатная, и легкие печные температуры. На фабрике это уже будет не домашняя печка с остывающей топкой печи. Вот они мы видим цепа, цепа, цепа. Печи, печи, печи. Трубы, трубы, трубы стоят на своем месте. Но трубы, конечно, разобраны. И, наверное, печи тоже мы внутри не были. Это теперь склады департамента городского хозяйства. От них, наверное, ничего не вернешь. Хотя лет 6 назад разговор шел, что они найдут, куда перевезти. А мы бы увеличили производство нашей пастилы. Пока маленькая, буквально 5 человек в смену работает на рыхлой пастиле. На смокви двое работают. Пять дней в неделю, весь сменщиц, девочек. И получается одна смена 5, другая смена 5, еще 2. Человек 12 сейчас делает эту пастилу. Мы успеваем ее сами съесть. Почти никуда не возим. Итак, это по полевицкому. Это вот где нашли в какой книжечке. Там по Левшину, по полевицкому. Так и называют историки. Но в барышне магазине говорят колоненская или чуприковская. Или так между собой. Слово, которое нигде не написано, но мы говорим классика. У меня чисто яблочная. А в Париж ездила. Бергамотовая, барбарисовая, розовая, лимонная, ананасная, апельсиновая, рябиновая. И чисто яблочная ездила тоже. Она вся яблочная. Ну, что вы добавили, и у вас разнообразие. Уточняли мы у историков. Это наш чуприков для Парижа расстарался. Таким ассортиментом вплоть до ананасов. И нам сказали, что это была мода на колониальные вкусы. И два с лишним десятилетия она в нашей кулинарной традиции держалась. И вот мода. Ключевое слово. Еще один способ утратить в пласты культуры. Ну, в нашем случае, это как раз мощное общественное потрясение. 18-й век. Год 20-го века. Голод, холод, гражданская война. Там в июне 18-го года журнал «Хозяйка» пишет. Товарищи, мы слишком много едим. Если мы будем есть в 4 раза меньше, мы будем только здоровее. В общем, в таких условиях не выживают какие-то там изыски, которые там надо 8 часов взбивать. У вас еще одна пастила. Муфтовая, колоннская. На 1 фунт пюре, 1 фунт сахара и 2 века. Конец, 3-го века. Очень сладкая, поэтому пышность уже страдает. Чем больше сахара, тем меньше пышности. Но она была в записной книжке Анны Достоевской. Видела муфтовую колоннскую. Покупала, пишет, красную плотную пастилу. Вот так несколько разновидностей найдено. Вокруг каждый ассортимент можно спортировать яблоками, орешками. Кто не съел, ребятки, а нам приглашают на продолжение экскурсии. Давайте сложим с собой в кулечки, да, и унесем победителей. Все-таки вернусь к победителям. Про купцов сказал один современный исследователь, может быть, вы интересуетесь, Клим Александрович сказал, Купцы не просто отгрузчики товаров, они великие межкультурные коммуникаторы. Соединить территорию экономическим интересом. Выдвинуть свой товар в мир. Взять из мира то, чего мы не можем произвести, а мы не можем произвести, скажем, кофе. Он никогда у нас не вырастет. Ну и кое-что еще, да. И вот они этим и занимались, и получали доходы, прибыли, которые в мире сейчас, в преддверии Пасхи, хочется на этом заострить внимание. Какая противная фраза, заострить внимание. Да, были великими благотворителями, и наши Чупликовы тоже. По документам 1902 года в Александр-Мариинский приют на 15 воспитанниц, на Пасху 1902 года коломенский производитель пастилы, Федор Карпович Чупликов подарил на 15 воспитанниц, 15 яблоков, 30 апельсинов, 37 фунтов конфектов и орехов и 30 сахарных яйц. Давайте тогда дальше. До встречи.